Дорогие братья и сестры, я всех вас сердечно приветствую. И молодежи много собралось, и детей немало. Я думаю, что нам очень хорошо здесь. Жаль, что мы подходим к концу нашего служения. Да, мы люди во плоти, имеем немощи свои и устаем, это естественно. Но я думаю, что Господь нам поможет еще некоторое внимание сосредоточить на самое главное, о чем мы сейчас и спели в конце. Неужели уйдешь ты, не приняв Христа? Я помню одного служителя, который сказал очень серьезную фразу. Хорошо, братья, когда мы вместе собираемся, когда мы вместе поем, вместе проповедуем, но спасаться будем по одному. И оно действительно так. Все вместе, вот такой огромной толпой, большой такой семьей, мы не сможем войти в Царствие Божие. Почему? Потому что каждый лично, индивидуально должен избирать в своей жизни путь, по которому ему идти. Есть два пути. Путь, который ведет в небо, узкий путь, и путь широкий, который ведет в погибель. На котором пути мы сегодня находимся, это будет для нас сегодня вопросом. Я очень благодарен Богу за эту прекрасную тему, которую сегодня подняли. И вместе с вами мы можем рассуждать о том прекрасном юноше, который подошел к Иисусу Христу. И я думаю, что в лице юноши, возможно, кто-то себя и увидит. Господи, оказывается, я тот же самый юноша, который также имел вопросы к Тебе, и что-то Он хотел тебе сказать. Но и у Христа обязательно был вопрос к Нему, было предложение, как каждому из нас сегодня и будет. Я помню, на одном евангелиционном собрании сидели женщины довольно представительного вида. Они сидели на задней лавочке и внимательно слушали. И после, когда уже закончилась у нас евангелизация, они подошли и говорят, а вы сможете нас записать в свою веру? Говорю, а как это записать веру? Ну вот так вот, как вы всех записываете? Я говорю, знаете, у нас этой книги нет. Есть книга, да, там идет запись, но она у вечности, у Бога. Вот там Бог записывает каждого человека. И Он сегодня готов и вас записать, но все зависит от вас. Как вы поступите? Она говорит, а как это сделать? Очень просто. Нужно просто покаяться перед Богом. А как это просто? Ну вот так сказать, Господи, прости меня, я великая грешница. Вы понимаете это? Ну, вроде бы все понимаю. Я вот смотрю на вас, у вас так хорошо все поют, у вас такие все красивые лица. Вы так хорошо молитесь. Нам так понравилось. И вот мне хочется, чтобы... Одна из них так говорит. Мне хочется, чтобы вместе с вами быть. Думаю, как хорошо. Не подобно ли что-то было у этого юноши? Понравился Христос. Не зря он пришел к нему с таким серьезным вопросом. Я прочитаю текст Святого Писания, который записан в Евангелии от Матфея, 19 глава, 16 стиха. И вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благей, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Братья и сестры, как вы думаете, это серьезный вопрос? Для нас это серьезный вопрос? Ну а для мерзких людей? Я помню, однажды Евгений Кифрович Пушков рано утром, ну где-то около 4 утра, он встал, потому что у них праздник Пасха, обычно совершается в 5 часов утра. Так, из года в год у них уже много лет. В городе Харциске. Ну сейчас называется эта местность, как ДНР. Донецкая Народная Республика. И вот он говорит, я шел к своей дочери, перед тем, как пойти на богослужение, иду по улице, а уже так, солнышко более-менее, чуть-чуть где-то так вот прослеживает своими лучами. И говорит, я иду, смотрю, старушка одна сидит, так рано утром на скамеечке. И я к ней подошел, поздравил ее. Христос воскрес, она мне воистину воскрес. Ну я так обрадовался, думаю, слава Богу. И что-то так у меня было на сердце. Я ей предложил, я говорю, ну пусть вас Бог благословит, чтобы вы были в Царстве Небесном. Она так на меня посмотрела, сморщилась и говорит, да будь ты проклят. Говорю, да что вы говорите? Разве так можно? О Царстве Божьем, о вечной жизни, люди имеют совсем другое представление. И когда мы им предлагаем Царство Божие или жизнь с Богом, они думают, что это значит точно нужно мне умереть. Как бы насмерть люди воспринимают эту информацию. Но вот этот юноша увидел в Христе что-то особенное. Что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Братья и сестры, Христос посмотрел на него и сказал ему, «Что ты называешь мне благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не пролюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною». Услышав слово это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус, возрев, сказал им, «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Братья и сестры, вообще существует три категории людей на земле. Первая категория – это люди, которые далекие-далекие от Бога, они никогда Бога не знали и не знают, и, возможно, не хотят знать. Вторая категория людей – это люди, которые слышали о Боге, может быть, приходили на богослужение, все им нравится, все их устраивает, но жизнь с Богом они не хотят, потому что надо от этого отказаться, надо это оставить, надо взгляда поменять, ну и прочее. И есть третья категория людей, которые Бога познали, которые покаялись, уверовали в Иисуса Христа, как своего личного спасителя, и имеют Его в себе как жизнь. Я и всего прочитанного хочу выделить одну мысль, которую сказал Господь наш Иисус Христос. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Что значит войти в жизнь? Ну, в нашем понимании, в жизнь вечная, да, вот если я покаяюсь, я буду иметь жизнь вечную, буду иметь жизнь вечную. Это хорошо. Но прежде всего, друзья мои, мы должны войти в жизнь. И что это за жизнь? Мне нравится текст Святого Писания, где Иисус Христос однажды сказал своим ученикам такое вот слово. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих, когда он был в храме. «Истинно, истинно говорю вам, слушайся и слово мое, и верующий в пославшего меня, имея жизнь вечную, и на суд не приходит, но что? Перешел от смерти в жизнь». Перешел от смерти в жизнь. Что это за состояние, переход? Да, там говорится о физическом состоянии, но мне хочется как-то параллельно эту мысль провести в духовном плане. Да, мы все по грехам своим и преступлениям, мы грешники. Бог должен нас наказать, и мы должны давно быть уже на кладбище. и вот Бог пробуждает нашу душу через свое Святое Слово, через действие Духа Святого и дает нам жизнь, как бы из смерти в жизнь мы переходим. Был человек один, а когда покаялся, обратился к Богу, он стал быть другим человеком, жизнь в нем появилась. Как это прекрасно! И вот Иисус Христос не зря обратил внимание на это слово. Если хочешь войти в жизнь. Друзья, первое, на что хочу обратить внимание, что Христос имел в виду. У человека должно быть желание. Вот Бог никого насильно к себе не призывает. Так, приди ко мне, покайся, ты обязан, ты должен. Нет, друзья, Господь всегда добровольцев ищет и говорит, если хочешь, если пожелаешь. Не зря Иисус Христос в своей проповеди говорил такие слова, кто жаждет, иди ко мне и пей. Буду жизни даром. У тебя должно быть такое внутреннее желание, как вот у этих представительных женщин, которые поимели желание, чтобы жить другой жизнью. Если хочешь. В книге Откровения 22.17 мы читаем такое слово. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду даром. Воду жизни даром. Жаждущий и желающий. Братья и сестры, вот чтобы избрать путь Божий, чтобы войти в жизнь Божию, нужно иметь желание. И если мы сейчас вам расскажем, как вот надо идти за Христом, но у вас не будет желания, мы ничего не сможем сделать. Ну, если нет желания, ну, как заставить человека? Идти за Христом и иметь жизнь с Богом? Нужно только иметь вот это внутреннее желание. А я вам скажу. Вот я помню, одна душа пришла с таким переживанием, говорит, брат, вот представляете себе, у меня нет желания в собрание ходить, но я себя заставляю. Я этого не хочу. Моя душа противится, ну, в силу некоторых обстоятельств, так вот сильно ослабела духовно. И я вот когда прихожу домой читать Библию, а я заставляю себя, потому что надо читать Библию. Что мне делать? Вот такое переживание. И она говорит, что мне делать? А у меня что-то так положилось на сердце. Я говорю, вы знаете, когда у вас не будет такого желания, чтобы даже и Богу помолиться, а ты все равно склонись на колени, скажи, Господи, я не хочу молиться, я не хочу в собрание ходить, а Бог видит в ваше сердце, и Он будет производить в вас и хотения, и действия по своему благоволению. Неужели Бог не хочет вам послать жажду, если это от Бога зависит? Конечно, от Бога. Бог дает желание. Вот об этом и ты помолись Богу. И я думаю, что вот это состояние очень важно, надо понимать, когда у нас есть желание. Я помню, мне было лет 12, я был еще подростком, у нас закончилось воскресное утреннее богослужение. Ну и после собрания наш пресвитер говорит, братья и сестры, вот рядом с нами город, ну где-то около 50 километров, там будет проходить молодежное общение вечером, и поэтому молодежь туда поедет. Но все собрались, а мне так хочется, так хочется. Молодежь едет, а мне 12 лет, я подростком был, и мне так сильно хочется, я прошу, ну возьмите мне, говорит, нет, тебе нельзя, то еще не молодежь, то еще подросток, а у меня такое большое желание, вы знаете, я заплакал. Господи, как хочу поехать, а мне не дают. Я даже немножко стал обижаться на пресвитера, какие они верующие, почему они не хотят, чтобы я поехал на молодежное общение, братья и сестры. Но все-таки Бог, наверное, увидел вот мое искреннее сердце, вот такую боль души, и говорит, ну ладно, поезжай, а ты что там будешь делать? Я говорю, я на скрипке вам сыграю. Они говорят, нам-то не нужно, но для Господа можешь что-то и исполнить. Братья и сестры, хорошо, когда у нас есть желание избрать доброе, святое. Не зря Господь народу израильскому предлагал, избери жизнь и смерть. Но какое у тебя желание, каким ты хочешь путем пойти? За Богом или от Бога? Первое, на что Христос обратил внимание, у тебя, юноша, должно быть это желание, чтобы войти в жизнь. Второе, на что хочу обратить внимание, друзья, жизнь, чтобы войти в жизнь, нужно войти в Божью жизнь. Что это за состояние? Вообще, там, где живет Бог, там всегда хорошо. И когда мы входим в эту Божью жизнь, но что это за состояние? Когда мы имеем близкие отношения с Богом, и мы понимаем Бога, Бог нас понимает, и душа радуется, и у нас сразу же там, внутри, пробуждается еще больше желание знать Бога, идти за Ним и любить Его. Я помню, когда в таком же самом возрасте, в 12-летнем, учился в школе, у нас была учитель истории Ирина Николаевна, и она такая, ну, как мы ее называли, всегда, злючкая, ну, а почему? Злая была на верующих, ну, а в нашей школе практически была только одна семья, у нас, у моей мамы было много детей, и поэтому мы все учились именно вот в этой школе, и больше там верующих не было. И она всегда доставляла нам такие скорби, так высмеяла, и вот однажды на уроке истории она проводила свой урок и решила меня высмеять. Ну, а ну-ка, Орлов, а ну, вставай! Ну, я встал, ну что, баптист, что ты нам скажешь? Вы знаете, так на смех подняла, мне так больно было, так больно было, а потом после перемены меня раз эти подростки, ну, неверующие ребята, они отвели, кто так раз-раз, меня за шкирку, смотрю, пуговицы порвали туда-сюда, думаю, ну, все, уроки закончились, они меня за школой ждут, ну, баптист, мы тебе сейчас дадим. И они меня как дали, да как дали, на пол поваляли, в общем, я весь такой грязный, все, пришел домой, мне так обидно было. Братья и сестры, ну, вы знаете, что мне было приятно? Что я верующий, я отстаивал эту позицию. Почему? Да я хотел быть верующим, я не хотел быть похожим на таких людей, которые плохо мне сделали. Вот эта жизнь с Богом, она как раз-таки и помогла мне прийти к покаянию, я увидел красоту Божию в христианской жизни, и пришел к Богу и покаялся. И в 13-летнем возрасте я искренне раскаялся перед Богом. Иногда есть смущение, почему дети выходят на покаяние, или вот чуть-чуть вот побольше, взрослые. Братья и сестры, ну, а как вы думаете, дети наши не грешники или нет? Конечно, все грешники, все грешники. И когда Дух Святой побуждает, почему? А вот где-то не послушался, где-то своровал что-то, плохо кому-то сделал, плохое слово сказал, телевизор где-то или компьютер что-то непристойно посмотрел, а душа уже оскверняется. И даже маленьким детям, смотрим, ведут себя не так, как нужно. Где-то, наверное, опять окунулся в какую-то грязь. И поэтому они чувствуют сердцем своим, и им надо каяться. И когда Дух Божий касается, да и слава Богу, что они выходят на покаяние. Войти в жизнь, это значит войти в добрые взаимоотношения с Богом. В книге Псалма, в 118, в 9 стиху мне нравится вот это слово, которое написал псамопевец Давид. 9 стих. Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя? Как дальше? А ну, молодежь, скажите, как дальше? По слову твоему. Братья и сестры, вот это войти в жизнь, войти в Божью жизнь, это значит войти в это слово Господне. Это не просто его прочитать по плану. Нет. А чтобы мне такое было искреннее желание и стремление Бога познавать, Его пути, Его мысли знать, Его волю для себя узнавать. И нам так приятно, когда Бог нам открывается, я вижу, что вот Он здесь, и Он для моей души близок. Когда я покаялся, 15-16 лет мне было, а вы знаете, мне не хотели преподавать крещение, потому что, говорили, ты еще молодой, вот когда тебе исполнится 18 лет, тогда мы будем рассматривать вопрос крещения. А у меня такое сильно было желание, братья и сестры, ну, преподайте мне крещение. И вы знаете, я полгода не давал покоя, ну, у нас была небольшая церковь, я полгода не давал покоя. Братья и сестры, примите меня, преподайте мне крещение. Я хочу быть членом церкви, хотя мне было 14-15 лет. Братья и сестры, но такое искреннее у меня было желание жить с Богом. А я иногда смотрю, есть ли у нашей молодежи сегодня такое востремление, чтобы с Богом жить. Это большое переживание. И вы знаете, я так полюбил Слово Господне, я мог часами сидеть, читать Евангелие, изучать, исследовать. Тогда еще мало было подсобно литературы, но все равно вот где-то как-то попадалось, и вы знаете, я прямо увлекался, я настолько вот пил эту воду с такой большой жаждой, как хочется мне больше Бога знать. Войти в жизнь, войти в жизнь с Богом. И третье, на что хочу обратить внимание, войти в жизнь, это значит войти в жизнь в церкви. Это значит быть в служении, быть здесь не праздном, не посторонним, не там вот где-то вот сесть, чтобы меня не было заметно. Если что-то предложат мне поучаствовать в служении Господу, я не сказал бы так, ну, братья, мне некогда, или я не такой способный, у меня не получится. Братья и сестры, пусть не будет так в нашей жизни. Мы должны быть активными християми, мы должны быть горячими христианами, если когда нам ответственность за благовестие подойдет и скажет, братья и сестры, ты сможешь поехать на благовестие, чтобы на сердце горело, да, пойду, пойду, поеду, что нужно сделать, сделаю. Мы когда были в Германии, вот нашей группы благовестия, и были в одном институте библейском, и нам рассказал один там брат, говорит, у нас такое большое желание, чтобы проповедовать в Северной Корее, но у нас нет доступа, потому что там проповедь Евангелия запрещена, и они что сделали? Большие, огромные шары, где-то 4-5 метров такие вот, знаете, огромный, огромный шар, они его надувают, накачивают там какой-то вот, вот, газ туда вот, помещают, пишут крупным шрифтом текста Святого Писания, и когда ветер дует Северную Корею, они выпускают, и этот шар летит, и люди, которые, он, когда прилетает туда, вот в Северную Корею, люди смотрят, читают на их родном языке тексты Святого Писания, каются перед Богом и примиряются с ним. Братья и сестры, вот когда у нас есть желание, мы найдем очень много возможностей, а у нас, как в нашей жизни. Вот не зря, когда вот апостол Петр проповедовал и рассказывал о том, как Господь совершил пробуждение у язычников, и он сказал интересную такую мысль, что Бог уверовавшим дал покаяние в жизнь, дал покаяние в жизнь. А бывает так, что человек покаялся, а у него жизни нет. Иногда смотришь, думаешь, ну как быть? И что с ним делать? Вроде бы и живой, и не живой. А давайте вспомним книгу Откровения, 3 глава, 1 стих, где Господь говорит одной церкви, это сардийской церкви, Господь говорит, ты носишь имя, будто жив, но ты что? Мертвый. Вот чтобы у нас было в сердце таком переживании, Господи, вошел ли я в жизнь твою, живу ли я с тобой, живу ли я тобой, могу ли я тебя другим открыть? А если не так, это будет большое переживание и печаль. Как у этого юноши, и я вам скажу, этот юноша все взвесил, все взвесил, подумал, нет, такая жизнь мне не подходит, не подходит мне такая жизнь. И какой финал мы видим, что этот юноша отошел с печалью, не захотел пойти с Христом. Может быть, и среди нас есть те христиане, которые являются даже и членами церкви, но в сердце нет радости, спасения, а там печаль. Почему? А он не хочет войти в жизнь Божию, в это Божье движение, поток благодати Божии. И жизнь свою христианскую влачит и думает, эх, как люди живут, им все можно, а нам и это нельзя, и другое, и третье. Я вам хочу рассказать один такой вот момент интересный в жизни одного человека. Это было в Молдавии. Красивый, хороший парень, культурист. Ну, знаете, культуристы, это вот качают мышцы, такой был крепкий парень, и он увлекался этим спортом. И вот однажды, когда они вместе с ребятами проходили по парку, а там как раз наши верующие христиане, дети Божьи, организовали благовестие, много людей было собрано. И вот он, один из них, подошел, посмотрел, послушал, а проповедник говорил об Иисусе Христе, что вам нужно покаяться, примириться с Богом, вам нужно иметь вот эту жизнь вечную, которую Бог всем людям предлагает. И вы знаете, он так громко при всех объявил, а что там Христос? Я вот даже дьяволу могу за руку вот так вот с ним и покрепше его. Но проповедник так сильно запереживал, когда услышал это слово, говорит, слушай, что ты говоришь? Какие страшные слова ты говоришь? Ты отвергаешь Христа и говоришь такие страшные вещи, чтобы тебе подать руку дьяволу, но если с тобой и случится эта беда, ты ж не забудь сказать, прости меня, Господи, потому что ты находишься в очень опасном состоянии. Ну, знаете, он так и дальше пошел с своими друзьями, немножко так посмеялись над верующими. Устроился он на другую работу, стал быть водителем, дальнобойщиком, большие у них фуры, вот их целая бригада едет, там, семь-восемь машин, лето, жарко, перевозят груз. И когда проезжали одно место, речка была, жарко было, давай скупнемся, прохладимся, ну, ну что, ну давай, давай, давай. Вроде бы уже дело к концу, мы немножко освежились, нужно уже ехать дальше. И вот он решил показать трюк, я же все-таки спортсмен, культурист, у меня хорошее телосложение, ну, показать себя перед другими. И вот он залез на верхушку дерева, как и все, и оттуда прыгали, а там был такой вот сучок, он, знаете, как трамплинчик был, туда-сюда, туда-сюда, и вот он остановился, и каждый из них раскачивался, и прыгали в эту речку. Ну, и последний раз, говорит, последний заход, и будем ехать. И вот он залез туда на это дерево, на это сучочек, все рассчитал, а дерево было прямо вот рядом с речкой, все рассчитал, и в последний момент этот сучок обламывается, и он падает вниз головой. и вдруг он почувствовал, что что-то с ним произошло, он немножко в себя пришел, что со мной, вообще, где я нахожусь, а он находился в воде, надо же выплывать как-то, и я не могу совладеть ни рукой, ни ногой, все, перелом позвоночника, у меня были такие страшные боли, и все, что делать вот в таких вот переживаниях, и, говорит, смотрю, какое-то приходит шипение, такое, так так мне страшно стало, я, говорит, смотрю, какое-то страшное существо ко мне подплывает и своими такими вот когтями и горло, ну, что, вот мы с тобой и встретились, ну, что, и он, говорит, вот когда я увидел это страшное зрелище, я сразу же вспомнил тот фрагмент из своей жизни, когда я проходил мимо христиан, и когда я насмеялся и сказал, я даже самому дьяволу руку могу подать. А вот здесь и пришел он в тот самый роковой час его жизни. Что делать, как быть? И он говорит, я вспомнил тогда слова проповедника, который так сказал, но если с тобой и что-то случится, ты ж не забудь сказать, прости меня, Господи. И он говорит, я сознание с последних сил крикнул, Господи, прости меня и помилуй меня. И потерял сознание. Вызвали скорую, приехали там, вот, служба спасательная. Ну, в общем-то, очутился он в больнице. Пришел в себя, и он, знаете, как, когда он пришел в себя, ему страшно было открывать глаза. Он, в его сознании осталось вот это страшное чудовище, которое хотело удушить его. И он с таким вот переживанием, неужели я его сейчас опять увижу? Я, говорит, открываю глаза, смотрю, передо мной медсестра. И она увидела меня, говорит, ну что, дорогой, слава Богу, что выжили, значит, будете жить. Не переживайте, все будет хорошо. Вы знаете, через несколько дней приехала жена его с дочерью. Вот так вот подошла к ногам, где он лежал, к кровати, и говорит, ну что? Я, говорит, с таким, как ты, теперь жить не буду. Я еще молодая, так что прощай, извини, и до свидания. Развернулась и уходить, а эта медсестра, как бы преградила ее путь, говорит, что ты говоришь, что ты делаешь? Это ж твой муж же ведь. Ну, если он тебе нужен, бери его в преданное себе. И ушла. Сильно было переживание. И вот у него было несколько раз таких вот мыслей. Все, покончу жизнь с собой. Это больше не жизнь. Так как вот впадал часто в депрессию несколько раз. Она читала ему Евангелие, читала Евангелие, молилась за нее, чтобы Бог его помиловал. Но почему-то так легло на сердце. Переживала за этого человека, как и за каждого. Но этот человек почему-то для нее был особенный. И вы знаете, действительно, обратился он к Богу. Обратился он к Богу. Его выписали. Но я всех подробностей не буду рассказывать, братья и сестры. Но он предложил ей крепкая семья. И вы знаете, она сделала его таким хорошим проповедником. Вот он не так давно приезжал на Донбасс и рассказывал о своем обращении, как Бог его помиловал. И он говорит, никогда, никогда, когда предлагают лучшее, никогда нельзя отвергать, нет, это мне надо, я вот так вот буду жить. Вот у некоторых христиан, как у этого юноши, нет, мне этот путь не понравился. Зачем вот это мне жизнь нужна? Я хочу другой, свободной, легкой жизнью жить. Как это опасно! Какие Бог сегодня нам уроки преподает. Мы сейчас будем молиться нашему Господу. И хотелось бы, чтобы каждый из нас мог взвесить свой жизненный путь. Господи, а вошел ли я в Твою жизнь, в поток Божьих благословений, имели я вот эту благодать, которая дает мне вдохновение, желание, силы жить для Тебя и трудиться. А если нет? Если нет? Я как та свеча, которая вот-вот сейчас потухнет, вот тот фитилечек, практически уже и жизни нет. А Христос протягивает руку и говорит, иди ко мне. Я Тебе помогу, Ты иди ко мне. Я все поправлю, изменю в Твоей жизни. Но ты не торгуйся с собой, как этот юноша. Он все взвесил и отошел от Христа с печалью. Сегодня Христос рядом с тобой. И Он не хочет, чтобы ты от этого места, с дома молитвы, ушел с печали. Наоборот, с радостью. Господь хочет наполнить себя вот этой жизнью, твое сердце, чтобы она была полна смыслом. Да благословит нас сегодня в этом Господь. Мы сейчас будем молиться нашему Господу. Кого Господь Духом Святым побуждает? И кто понял, что Господь, не так я живу, не той жизнью, я не вошел в эту, в Твою жизнь. Хотя, может быть, я и верующий, а вот живу совсем по-другому. Господь есть жизнь. Потому что Он сам о себе сказал, я этим путь и жизнь. И вот эту жизнь, Он тебе сегодня и явит. Ты только приди к Нему и скажи, Господи, прости. Между нами и Богом всегда есть огромная стена. Это наши грехи, которые мешают нам Бога понимать и иметь эту жизнь. Поэтому мы сейчас, я как предлагаю, давайте все вместе встанем, пожалуйста. Откроем номер 427, по-моему, да? Что ты медлишь на грешном пути? Слыша зов Иисуса, приди, почему ты не хочешь принять? Дар бесценно Его благодать. Спеши теперь в объятия Христа.